В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Коллектив Видновского троллейбусного парка поздравили с профессиональным праздником. Ежедневно услугами вашего приятия пользуются около 6 тысяч жителей нашего округа. Любые вопросы на медицинскую тему продолжаются встречи руководителей учреждений здравоохранения с жителями. Я оформляю маме инвалидность. Уже три месяца. В муниципалитете прошел форум общественных инициатив «Первый. Будь в курсе». Хотела услышать, как можно получить грант на мероприятие, которое связано с художественным искусством, которое связано с концертной деятельностью. Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В преддверии профессионального праздника поздравления и награды получают сотрудники Видновского троллейбусного парка, которые проявили себя в трудовой и общественной жизни коллектива. В гости к работникам пришли заместитель главы муниципалитета Сергей Гаврилов и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская. Выступая перед коллегами, директор Видновского троллейбусного парка Ольга Киндина отметила, что коллектив предприятия прикладывает все усилия, чтобы поездки были максимально комфортными для жителей. Радуемся каждой, даже самой маленькой победе в нашей работе. Пытаемся сохранить наш коллектив в полном составе. Мы пытаемся активно участвовать в этой жизни и своим трудом показать, насколько мы нашему народу можем быть полезны. А ведь жизнь их начинается с нас. Троллейбусы появились на дорогах Виднова в 2000 году. Каждый день на линию выходят 14 машин. В коллективе работает 143 человека. Заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Гаврилов отметил, что парк занимает большую долю в пассажирских перевозках. Ежедневно услугами вашего предприятия пользуются около 6000 жителей нашего округа. Троллейбус является не только самым экологически чистым, но и одним из любимых видов передвижения для наших жителей. Всех хочу вас поздравить с профессиональным праздником. Днем работников автомобильного, наземного, пассажирского транспорта. Пожелаю всем здоровья, благополучия и новых рабочих успехов. Праздник, друзья! Лучшие специалисты получили благодарности от главы Ленинского городского округа почетные грамоты Совета депутатов, благодарственные письма. В Ленинском округе продолжаются встречи руководителей учреждений здравоохранения с жителями. Очередное заседание прошло в историко-культурном центре. Подробнее о том, какие вопросы прозвучали, узнаем у Натальи Буслаевой. На очередной встрече с жителями присутствовали руководители основных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня. И слова благодарности тем, кто передал свои вопросы, но не смог прийти. В начале беседы медики рассказали о работе своих организаций. Бутай Бутаев отметил взаимодействие всех медицинских учреждений в муниципалитете. У нас подписан договор, которого не было никогда. Договор о взаимодействии пенотального центра Видновской клинической больницы, в рамках которого мы предоставляем специалистов друг другу для проведения полноценной законной консультации. Светлана Тимохина узнала о встрече из газеты «Видновские вести». Пришла с вопросом по льготному обеспечению лекарствами. Я с августа месяца одно лекарство не получаю. Я хотела бы узнать, что причина. Вы к медикам не приходили, не обращались? Почему? Обращалась к медикам, да, конечно, я хожу. Мне обещают лекарства, но пока его нет. Главное преимущество таких встреч – это формат диалога. Руководителям медицинских учреждений можно напрямую рассказать о проблеме и быстрее найти решение общими силами. Я оформляю маме инвалидность. Уже три месяца. И как бы конца этому не видно. На часть вопросов врачи постарались ответить во время беседы, а отдельные были взяты на контроль. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На днях свой профессиональный праздник отметят врачи ультразвуковой диагностики. Видновский перинатальный центр гордится своим отделением антинатальной охраны плода, где УЗИ играет ключевую роль. О людях, в надежных руках которых находятся будущие мамы, расскажет Юлия Погасьян. Ирина Гейлис трудится в перинатальном центре с 1996 года. Сначала была акушером-гинекологом, затем перешла в ультразвуковую диагностику. Работа ей это очень нравилась и в 2008-м опытный врач уже возглавила отделение, которое сегодня является ключевым в деятельности центра. Благодаря новейшей методике скринингового исследования здесь дают шанс на рождение здорового ребенка. Скрининг – это комплекс диагностических мероприятий, которые проводятся в первом и во втором триместре, которые направлены на выявление пороков развития плода и маркеров хромосомных патологий. Первый и второй скрининг у нас проводят врачи-эксперты. Их у нас пять. Они имеют международный сертификат ФМФ, проходят ежегодное лицензирование. Это очень ответственное и важное мероприятие. Первый скрининг самый важный. Во время процедуры специалисты исследуют плод на предмет грубых пороков развития и хромосомных аномалий. Затем женщина сдает кровь на генетику. Все это заносится в базу. Результаты анализируют сотрудники генетической лаборатории. На серьезной программе математической рассчитываются риски дальнейшего беременности, риски развития синдромальных патологий, таких как синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Потау. И также рассчитываются риски акушерской патологии, то есть риск развития преклампсии, риск развития синдрома задержки роста плода, риск развития преждевременных родов. Сегодня здоровье будущих мам и малышей в надежных руках специалистов перинатального центра. Современное оборудование и опытные врачи – спасение для пациенток с тяжело протекающей беременностью. Золотые люди, с золотыми руками. Спасибо огромное. За нас переживают больше, чем мы. Помимо этого в отделении спасают женщин, у которых во время беременности обнаружили врастание плаценты. За помощью в Видновский перинатальный центр приезжают со всей Московской области. Диагноз выявили на девятой неделе и сразу направили сюда, к окружному гинекологу. Сделала я четыре заготовки плазмы. Берут анализы еженедельно. Я довольна всем, нареканий у меня нет. Спасибо всем врачам, акушерам, медсестрам, узистам, которые каждую неделю контролируют процесс, как там происходит. Свой профессиональный праздник, который в России отметят 29 октября, врачи отделения антинатальной охраны плода встречают на боевом посту и в приподнятом настроении. Я всех врачей ультразвуковой диагностики поздравляю с праздником. Всем удачных исследований, хороших, интересных пациентов. Служба важная, служба нужная. Она очень динамично развивается в последние годы. Мы хотим, чтобы детки все были здоровыми, счастливыми и родились в срок. Конечно, ультразвуковая диагностика – одно из ключевых исследований не только в гинекологии. Этот метод позволил сделать прорыв в обследовании человеческого организма, а значит, спасти здоровье и жизни миллионов. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. В Ленинском округе прошел форум общественных инициатив «Первый будь в курсе», который адресован прежде всего работникам некоммерческих организаций. Его цель – информирование о различных мирах поддержки социально значимых общественных проектов. Как получить грант или субсидию, зарегистрировать некоммерческую организацию и нужно ли сдавать по ней отчетность? Какие вообще бывают НКО и для чего они необходимы? Эти и другие вопросы были озвучены в ходе форума общественных инициатив «Первый будь в курсе», который прошел на территории Ленинского городского округа. Главное, на что надо обратить внимание в самом начале деятельности – это выбор системы налогообложений. Для НКО подходящих имеются три. Основная система и две упрощенки. Мероприятие прошло при поддержке администрации муниципалитета и местного отделения торгово-промышленной палаты. Большое спасибо торгово-промышленной палате, которая активно вообще включилась в эту работу. К нам приехали гости из Ульяновской области. Мы сегодня будем делиться опытом, опытом, как получать гранты, как развиваться, какие есть пути. Поэтому возлагаем большие надежды на перспективы развития некоммерческих организаций на территории Ленинского городского округа. Основная цель, которую мы ставили перед собой – это информационная поддержка некоммерческих организаций. Они чувствуют определенную нехватку информации, нехватку поддержки, ресурсов, куда им обращаться. Некоммерческие организации – это люди, которые ставят перед собой цель не только заработать деньги, но и первая цель – это помочь людям. И наша задача – помочь им. Реальными кейсами и историями успеха поделились приглашенные спикеры форума. Ксения Пемкина из Ульяновской области рассказала, как открыла в своем родном городе Инза креативное пространство. С музыкантами работаем, с местными, с теми, кто пишет стихи. Мы пишем проекты финансовые и не финансовые. То есть это то, что раскачивает город в разрез креативности. Рассказать о том, чего нужно сразу избегать, на что внимания не обращать. Посетители форума могли также задать свои вопросы спикерам и во время кофебрейка обменяться опытом и впечатлениями. Хотелось услышать, как можно получить грант на мероприятие, которое связано с художественным искусством, которое связано с концертной деятельностью. Мы несколько раз подавались на гранты, но пока их не выигрывали. Мы будем очень благодарны всем сегодняшним выступающим, если нам подскажут некие хитрости, которые позволяют людям выигрывать гранты. Форум посетили более 80 человек. Планируется и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, но уже на общий областном уровне. Так представители некоммерческих организаций получат возможность из первых рук узнавать полезную информацию и делиться накопленным опытом. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok